Вот такие трогательные плакаты с поздравлениями сделали для Ани и Василины ребята из подготовительной группы 31 детского сада. Оказалось, что к театральному марафону профессий здесь готовились всем коллективом. Взрослые придумывали сценарии и декорации, а ребята помогали воплощать задумки в жизнь. Все группы здесь были и там, и там. Все старались на нашу сказку. Мы даже не знаем, что вот такой труд будет. А еще продумать костюмы и разучить движение танца. Как признаются педагоги детского сада, с таким объемом работы могли справиться только самые творческие дети и увлеченные неравнодушные родители. Мы шли от ребенка. Аня у нас характерная актриса, можно уже сказать. Мы видели ее неоднократно на утренниках. Мы понимали, что она сможет достойно представить наш детский сад. Василина тоже у нас уже участвовала в конкурсах в прошлом году, в пасхальном колокольчике она себя великолепно показала. Поэтому мы, собственно говоря, на этих детях и остановились. Перед организаторами второго городского фестиваля «Темп» стояла важная цель – познакомить ребят с творческими профессиями. Выбор участников команды детского сада номер 31 полнотеатрального художника. И это не случайно. Аня и Василина только готовятся поступать в школу, но уже всерьез озадачены выбором будущей профессии. Это ее была мечта – стать театральным художником. Мне очень нравится, что там можно как сказать, можно пятить в фею или, например, в бабочку. Кустики. Кустики из картона. Нарисовать что-нибудь, да. Постановка команды 31-го детского сада, в основу которой легла известная сказка «Золушка», была отмечена высшими баллами членов жюри. Участники получили памятные дипломы и подарки от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Владимир Есейников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.